Канал Али-Атисам представляет «Дорогие мусульмане, ассаляму алейкум ва рахмату Аллахи ва баракату!» Послушал ответ и оправдание чеченского муфты, что он не открыл аурат наших сестер, и все на него как будто наговаривали, что, говоря, он открыл аурат. Мы изначально в прошлой лекции сказали, «Мы не спорим сейчас с тобой, аурат является ли ауратом или нет, можно ли открыть или нет. Мы с тобой разговаривали, объясняли, разъясняли, что никаб и эта одежда, полная телоукрывающая одежда, это не чуждая одежда для мусульман. Это не адат арабов, это не адат других людей. Это одежда, которая принес нам ислам. Как арабки до ислама голову не закрывали? Когда были не спосланы аяты о хиджабе, мусульманки с подвижницей пророка, саллиллах алейкум, как рассказала Аиша, они закрыли свою голову, тело, лицо. Это мы в прошлом лекции объяснили. И привели слова ученых, четырех мазхабов, о обязанности, что лицо надо закрыть. Опять вышел разговаривать 17 минут ни о чем, которые мы с ним вообще не спорили. Лицо не является ауратом. Большинство ученых говорят, лицо не аурат. Значит, лицо можно открыть. Даже это видео, которое сам оправдывается, это даже не обошло без подтасовки. Не дочитал слова имам Аннавави. В прошлом обращении, которое он обращался к этим сестер, он говорил, имейте в виду книги, шесть книг хадисов, Бухария, Муслим, Абудавод, Тирмизин, Насаиб, Нумажа. Эти книги хотят, хадисы есть, там не написано, это храм, это халал. Мы должны возвращаться к книгам фукаха. Ученые, которые разъясняют халал и храм. Целые лекции он говорит, большинство ученых говорят, лицо не аурат, и ни один слово ученых четырех мазхабов не привел, который сам нас требовал, чтобы мы возвращались. Ученых четырех мазхабов фукаха, чтобы мы оттуда брали, прямо с хадисов, с аятов хокмы не брали, прямо с деяния, с подвижника, чтобы мы хокмы не брали. Он нас требовал, вернитесь к книгу фукаха и узнаете, откуда, оттуда хокму. И мы это сделали в прошлой нашей лекции. Мы привели слова четырех мазхабов, начиная с имаму Науови и толкования его слов, других ученых, и слова имаму Жуэйни, имаму Супки, имаму Суюты. Эти четыре имама только шафельского мазхаба я привел, которые говорят, надо лицо закрыть. И потом привел ученые Маликинского мазхаба, которые говорят, надо лицо закрыть. Потом привел ученые Ханафийского мазхаба, которые говорят, лицо закрыть. Потом привел ученые Хамбалитского мазхаба, которые говорят, лицо закрыть. Кто хочет это узнать, вернитесь к прошлой лекции обращения муфтияту Чечни. После этого тоже Он с нас требует, которые возвращаются к книге фукуха. Не один книг фукуха, он не вернулся. Он приводит хадисы, слова Ибн Умара, это сподвижник, слова Табиануф, слова этих привел, и аяты приводит, хадисы приводит, и как сам хочет, сам растолкует. Давай посмотрим, опять-таки, что говорят большинство ученых. Он говорит, большинство ученых, то, что говорят, надо брать. Давай посмотрим, большинство ученых, четырех мазхабов, что говорят. Возьмем книгу «Имаму-Науави». Это толкование книги «Имаму-Науави». Здесь наверху отдельная книга «Имаму-Науави» тоже есть. Откроем книгу «Имаму-Науави», и я сказал, читай книгу «Имаму-Науави». Он говорит, шайтан с меня требовал, чтобы прочитать книгу «Имаму-Науави», как будто мы не читаем книги «Имаму-Науави». И начал читать именно то, то место. И он говорит, и прочитал вот эти слова. «Имаму-Науави». Смотрит мужчина, который достиг совершенной лети на аура свободной женщины. На аура свободной женщины харам смотрит взрослый, чужой для него. Так же и на лицо, и на кисти рук смотрит харам, когда боишься искушений. До суда я это прочитал. Смотри, что он пропустил. Вот эти слова не дочитал, которые я требовал. «Ва когда так же лицо и руки смотрят харам, когда даже если искушений нету по более достоверным хукмам шафельского мазхаба». Опять-таки подтасовка. До конца не читаешь за то, что эти слова противоречат твоему мнению о салах. Толкование этого хадиса ученый этот приводит Абад Руддин ибн Кады, он приводит здесь внизу. Почему это харам? Потому что за то, что единогласное мнение, что запрет выходить женщинам открытым лицом на улицу. Как это нам передал имам, имам Аль-Жуэйни. Он передал эти слова в своей книге «Нихайя Туль-Матлаб». Я в прошлой лекции тоже это сказал. Это подтасовка, которую сделал салах. Даже не дочитал те слова, которые я требовал, хотя начал читать. И начал переходить на те слова, которые имам Аль-Науэй сказал. Аура Мар-Ати в начале книги, в которой имам Аль-Науэй говорит. Весь тело, кроме рук и лица, мы должны знать. Два разных Аурат. Ученые говорят, два разных Аурат. Первый Аурат – намазы. Намазы, кроме лица и кисть, весь Аурат. А когда на улицу уходишь, некоторые говорят Аурат – лицо и руки. Некоторые говорят, это не Аурат. Но когда есть искушение, надо закрыть. Давай прочитаем слова четырех мазхабов. Коротко. Это не вахбистский ученый. Этот ученый недавно умер. Несколько лет тому назад умер. Вахба-зухайли. И этот ученый признан. Он придерживался шафиевским мазхабам. Но эту книгу он написал. По фикху четырех мазхабов. Давай прочитаем сначала ханафийский мазхаб. Что говорит Аура женщин. Что является Ауратом у женщин в ханафийском мазхабе? В первую очередь, чтобы люди поняли слово Аура. Это арабское слово. Это то, что запрещено показать. То, что стыдно показать. Это Аура. У женщин Аура от ханафийского мазхаба все тело, кроме лица и кисти рук. Но, знаете, братья, хотя даже это не Аура, единогласные. Все имами четырех мазхабов говорят, если боишься фитнес, если есть искушение, искушение имеется в виду, если есть люди, которые смотрят на женщин за то, что распространялось нечестие, тогда обязан женщина закрывать свое лицо и рук. Не за то, что это Аура, за то, что это приводит к фитнесу, к искушению. Он говорит, Хотя они говорят, что лицо не Аура, но они говорят, запрещено молодой женщине, имеется в виду девушке, открыть лицо, среди мужчин. Не за то, что это Аура там является. Наоборот, за то, что боясь искушения. Что означает боясь искушения? Означает, запретят ее открыть лицо, боясь, что мужчины будут смотреть на ее лицо. И мужчина падает в фитнес. Когда лицо открыто бывает, может быть, мужчина будет со страстами смотреть на нее, из-за этого мужчина падает в фитнес, искушение, из-за этого запрещает, девушке открыть лицо среди мужчин. Это ханафитский мазхаб. Перейдем сейчас, мы по порядку пойдем, потому что первый имам, самый старший, кто был? Абу Ханифа, который умер в 150 году. Перейдем имам Малик, после него, который пришел. Здесь, в Маликитском мазхабе, аура закрывается кроме лица и руки. Но это не является аурой. но обязан, чтобы она закрыла, если она боится искушений. Искушение что означает? Мы объяснили слова ученых, что если боится, что мужчины будут смотреть. Коротко, Маликитский мазхаб. Сейчас Шафейский мазхаб, чтобы Салах привел, имам Манави слова сказал, женский аурат, лицо и руки, кроме лица и руки. Потом говорит, имам Манави не может быть противоречием своим словам. Он не может противоречить. Должен понимать слова ученых. Слова ученых. Слова намазы, аурат, что означает, имею в виду, то, что намазы мы должны закрывать и когда из дома вы уходите, то, что женщина должна закрывать. Ва аурату лмарат илхурра свободны женщины аурат. Что является? Вне салаты, вне салаты, объясняет, вне намазы. Все тело женщин является ауратом перед посторонних мужчин. Это шафиэльский мазхаб. Ханбалийский мазхаб известен, но, скажем, тоже он говорит, все тело женщины, даже лицо и руки, вне салаты, вне намазы, являются ауратом, как сказали шафиити. Шафиити и ханбалийти одинаково здесь. Весь тело является ауратом перед чужими мужчинами. И Далил проводит слова пророка аль-марату аура. Женщина – это аура. Вот, коротко, слова ученых четырех мазхабов. Из них, которые мы сказали, ханбалийти ханафитский мазхаб и манекинский мазхаб не считают это ауратом, лицо и руки, но они говорят, когда распространился фитна, искушение надо закрывать. Они разрешают открыть лицо стреляемым условиям. Три условия есть. Один из них, если фитна нету, фитна как нету, если исламским государством не распространился нечестие, фиск, тогда можно открыть. Как в наше время, когда нечестие больше, это обязан закрыть этих мазхабов тоже, которые лицо ауры не говорят даже из этого, когда Салах говорит, это не аура, я не аура не открыл, хоть не аура, не имеешь права лицо открывать. В прошлые лет не ударялись этой теме, просто хотели сказать, что он сделал, но оправдание еще стало хуже. Второе, если молодая девушка тоже обязана закрыть. Зайнуддин ибн Нужай Аль-Ханафи говорит, ханафитскому мазхабу, наши шейхи сказали, кто? Ханафитскому мазхабу, шейхи сказали, запрещено молодой девушке открыть свое лицо перед посторонним мужчинам. Наше время, он говорит, наше время, говорит он. Почему? Для фитнеса, за то, что искушение есть. В своей книге Первый том 284 страницы. Еще Дурруль Мухтар говорит, Шархутанвил Абсар, это тоже ханафитская книга, это ханафиты, которые говорят, лицо не аурата, они говорят, запрещает молодой женщине открыть лицо среди посторонних мужчин, не за то, что это является ауром, за то, что мы боимся фитнес, искушения. Если уже мужчины будут смотреть, уже должны закрывать. Здесь не говорится уже сунна, желательно закрывать, обязанно закрывать. Это те люди даже, которые говорят, лицо не аура. После этого поймите его братья, почему Салах начал сам вытаскивать хокм с хадисов. Вот хадис какая-то черношокая какая-то сподвижница хадис передает. Второе, другие хадис приводят, слова ученых приводят, сам Джей Тисалах говорил, и это правильно, мы должны возвращаться к пониманию хадисов, к пониманию Кур'ана, к словам ученых, тем более ученых четырех мазхабов. Вот четыре мазхаба тебе говорят, обязан лицо закрыть. После этого даже я специально взял книги доктора Буты. Это имам нашего времени суфистов, и шафиитов, и сам Салах, и его зам или как это другой, шахидов, шахидов даже уроки ходил, и я знаю, как он его уважает. Из этого именно Рамадан Буты книга Фикху Сира взял, и отсюда хотел прочитать, что он говорит насчет закрытого лица в наше время. Хотя есть ученые из четырех мазхабов, которые говорят, лицо не аурат, хотя есть говорят, и не обязаны это закрыть. И все хадисы, которые я привел, он здесь приводит доказательства, что обязаны закрыть. Все хадисы, которые я привел, они сказали, это для желательности, не для обязанности. Но говорит, они все единогласно говорят, не ли харам, что смотреть на тело женщины, на что-либо с страстью. Вместе с страстью смотреть харам. Единогласно. и обязан женщине закрыть свое лицо это Бутти говорит обязан женщине закрыть лицо если это нечестие распространилось среди мусульман и если большинство, которое на нее смотрит является фуссаком, фуссак это имеется в виду нечестивые люди и смотрит на нее харамным запретным взором если ты сейчас подумаешь положение мусульман в нашей времени которое распространилось нечестие и грехи и плохое воспитание и плохой нрав ты узнаешь нет места для слов чтобы сказать можно открыть лицо для женщин этот Бутти привел для тех людей которые придерживают другой оппоненты которые говорят ваххисты это лицо закрывает это одежда ваххистов как Салах говорил в прошлом в своем лекции это одежда это не одежда не ваххистов это одежда четырех мазхабов сейчас мы должны понять братья почему именно Салах ссылался на Коран на хадис не читая слова ученых потому что слова ученых он не нашел бы те моменты которые поддерживают его и может быть даже этот момент он не знает и не дочитал слова имам до конца под тасоком занимается это и понятно те люди которые угождают аута необходимо под тасок делать необходимо скрывать знания а тем людям которые нечего скрывать и нечего бояться потому что никто с них ничего не требует ему разницы нету то что книга есть прямо так и сказать потому что ему никто с него не требует скажи лицо аурат или нет лицо можно открыть или нет после этого если Салах ты говоришь мы должны соблюдать то что говорит большинство после этих слов ты обязан закрыть лицо своей жены своих дочерей своих родственников и так же сказать тем людям которые находятся под твоим подчинением весь Чечня хокму сказать обязан закрывать лицо это твое хокму четыре мазаба так говорят и ты сам говорил я говорю только что говорит большинство вот тебе большинство что говорят а тот хадис который ты говорил достоверном чистейшем хадисе есть Сахей-бухари кто одевает то одежду которую его общество не одевает на него он попадает в ад прямо так перевели я ученцу попросил перевод сделали так мне перевод сделали касаемо одежды говорю в хадисах бухари пришло к нам чистом хадисе бухари пришло повторяет если среди моего народа выделился надев другие одежды отличился из народа и задевает амбиции людей заставляя думать смотри что это такое вызывая это чувство вышедшие и мужчины и женщины будут брошены в ад сказал пророк саллиллаху алейхи ва салам он говорит сказал пророк саллиллаху алейхи ва салам он не говорит это слова растолкования слова пророка в первую очередь это хадис передал имам бухари он так говорит это хадис в таком виде и другом виде который он сейчас перевел в таком виде имама бухари хадиса нету это может он сказать если он признает свою ошибку сказать я ошибся оговорился это ничего плохого нету человек ошибается способ это никакого нету скажешь здесь хотел сказать имам абудабуд я подумал это бухари оказывается не бухари это хадис этот хадис находится имам Ахмад, имам Абудавод. Но в чем беда? Беда даже в хадис имам Ахмад, который он привел, и Абуд привел, такого хадиса нету. Такие слова там нету. Там есть кто одевает одежды славы. Известности славы. Что подразумевается одежда славы, тоже объясню я. Тому оденет судный день одежды унижения. Где эти слова, которые здесь говорятся, среди моего рода выдавился и отличается из народа, задевает амбиции людей. Это все наговор на пророка саллиллаху алейхи васалам. За эти слова он должен извиняться перед народом, что он наговаривает на пророка. И хадис Бухаринов говорит, если он не извинится, и скажет, ошибся. Но тот хадис, который он привел, даже у него книги дома нету, с телефона читает. И толкует хадис. Всегда обвиняет нас, мы растолкуем хадисы, как мы хотим. А сам, из начала до конца, хадис сам растолковал, Коран сам растолковал, слова Ибн Аббаса сам растолковал, то, что он привел, это слова и слова. Не буду сейчас за это лезть. Я привел четырех мазахов. Не хочу, чтобы лекция удлинилась. Это оставим. Сам растолковал. Приходит сейчас хадис, пророк, саллиллаху алейхи васалам, растолкует, как сам хочет. Даже этих слов вообще-то нету. Это наговор на пророка, саллиллаху алейхи васалам, который вчерашней лекции на русском языке, которую он перевел, он перевел хадис, и там тоже он толкует, как сам хочет, таким толкованием, которое не растолковали ученые. Даже можем посмотреть, ученые, как растолковали слово «слава». И также муфты хочет, вот это одежда, которую одели наши сестры, одежда ислама, одежда мусульман, одежда, которая требует с нас ислам, это одежда, он называет те одежды, которые в судный день будут, за это одежда, которые выкидывают их в ад. Такое растолкование, Аллаху алям, шайтан внушает человеку. Тот хадис, который перевел муфты, ман-лабиса, ман-лабиса, сауба, шухратин, фид-дунья, аль-баса-хуллаху, сауба, мазал-латин, яум-ал-кияма, это хадис, мусульман, мама Ахмад и Ес, 9, том 4, 7, 6 страница. Кто одевает одежда славы этом дуне, Аллах наденет на него одежда, унижение, судный день. Вот это хадис сказано. А те, которые растолкование, если люди скажут, это что за одежда, это то, что он привел, это слова. Ни в Бухаре нету, ни имама Ахмада нету, ни имама Абудавуда нету. Это выдумка из своей головы. Что в этом хадисе аш-шухра, он сказал, лебаса-шухра, одежда славы. Что означает эта одежда славы? То, что харам одевает, если такого харам одевает не харам, не одежды, такого вида угрозы пророк не сказал бы, что ему оденет судный день, одежда, унижение, угрозы дал, значит, это харам не одежда имел в виду. Ибн Малик Аль-Кармани Аль-Ханафи говорит, рахима Аллах, имам Аханафийский мазаб ученый, одежда славы имеет в виду та одежда, которая одевает для гордости и высокомерии. Для высокомерии, которая одевает, для гордости, которая одевает, или же, может быть, для гордости одевает, например, необязательно быть дорогие одежды, даже, может быть, даже дешевые одежды одевает, чтобы люди говорили, вот, видишь, у него хотя бы есть возможность, что он одевает такие дешевые одежды, чтобы люди сказали, он аскетт одевает такие одежды, как одежды бедных людей. Это даже, может быть, входить Либаса Шухра, но ни в коем случае туда не входит та одежда, которая требует нас ислам. Это хадис тоже он от себя толкал. Многие ученые четырех мазхабов тоже про это Либаса Шухра говорит, но никто из них не говорит ни каб, или же вот эта одежда, то, что одевает и является харамной одеждой, которой человек выводит ад, как он сказал, но хадис не сказано, их выводит ад. Хадис сказано, судный день, их наденет одежду унижения. И после этого, это коротко, хоком, мы сказали, большинство ученых, даже все ученые четырех мазхабов, даже те, которые говорят, это не аура, обязует закрывать лицо молодых девушек, и даже взрослых женщин, если она является красивой и для мужчин искушением, и когда фитна распространилась, фитна имеется в виду, когда нечестие распространилось в уме. Как в наше время, как и Бутин говорит в своем книге, я сюда не привел слова ибн Таймия, ибн Каи, ибн Рахмахум Аллах, которые говорят про это, что обязаны закрывать. Почему? Потому что они скажут, что этот ваххабистские ученые, какие-то, как они говорят, шайтани или кто-то, я привел ваших ученых, тем более даже имам вашего маза в наше время. И после этого, если ты говоришь большинство ума, мы сказали, я хочу обратиться к чеченскому народу, те, которые в комментариях писали, ты сперва в Дагестане, дагестанских женщин, останови, потом обращайся к чеченским женщинам, почему ты упрекаешь чеченок, не упрекаешь дагестанок, я не знаю, как выполнили мои слова. У меня не было. Отличат меня, коренцы, чеченки тоже мои сестры, дагестанки тоже мои сестры, мне абсолютно не играм, разницы нету и чеченок, и дагестанок. Первое. Во-вторых, я когда чеченские муфты обращаюсь, когда муфты позвал этих людей, якобы, они греховно сделали, не то сделали, и опозорили их перед всем миром, хотят являть противоречить Адатам и Чечне, и Кавказа, своих женщин позорить перед всем людям. Если женщина ошиблась, надо было отдельно им на себя делать, отдельно, наоборот, на весь мир заставили никаб снимать. Я к муфте обратился, почему, начиная с этих людей, как будто другие не грешили Чечне. Это я имел в виду. Я не имел в виду, Чечня, таких елес, Дагестан нету. Дагестан может быть еще хуже есть. Знаете, чеченки, которые закрыты, соблюдают религию Аллаха более ближе ко мне, чем дагестанки, даже, может быть, мои родственницы, которые не соблюдают религию Аллаха, Субхану Ва Та'Алла. Чтобы вы поняли, у меня в сердце ничего плохого нету сказать против Чечня или против Дагестана. Я разговаривал чеченским муфтием и ему примером это приводил. Сейчас обратно возвращаюсь к Салаху Межиеву. Ты обратился ко мне, сказал, Шайтан назвал прямо, меня назвал ты Шайтан. Ты не можешь сказать, я тебя не назвал. Ты мне назвал Шайтаном и сказал, Шайтан требовал с меня, чтобы я читал слова имам Аннавави. И ты прочитал, не дочитал, оставил. Я уважаю, я уважаю к твоей седине, уважаю возраст между нами, я не буду тебя обзывать таким же словами и хуже. Это, как сказали ученые, ругать свой оппонент остановить, любой может. Когда нету твоей долины, когда нету, это силы, а ругаться все мы можем, даже, это самое легкое дело, ругать другого человека. Ты хотя бы не Шайтаном обзывать, я к Аллаху обращаюсь сейчас. Шайтан это кто? Есть Шайтан из джиннов и Шайтан из людей. Шайтан из людей, который сам заблудился и заблуждает других. О Аллах, уничтожь из нас обоих между мной и Салах и Межиевым и между нами того человека, кто заблуждает людей. Кто заблуждает из нас, кто является Шайтаном, уничтожь о Аллах. И так же ты, начиная лекции, говоришь, которые сидят за пазухой своих работодателей. Алхамду лиллях, у меня кроме Аллаха, который я должен отчитываться, никого работодателей нету. Кроме Аллаха, который я должен отчитываться, никого работодателей, только кто-то мне работодал, такого нету. Алхамду лиллях. О Аллах, если я или Салах эту работу делаем за то, что нас требуют. Работодатели уничтожат того, кто эту работу делает по потребности его работодателей. Алхамду лиллях. Алхамду лиллях. Нету у меня, кто мне работу дает, и мне кто-то отчет требует, кроме Аллаха. Субханаху обраката. Продолжение следует...